Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. Господи, помяни царя Давида и всю крутость его. И сегодня мы будем читать Псалом 72, надписание по Синодальной Библии, Псалом Асафа. В толковой православной Библии говорится, Псалом принадлежит Асафу, современнику Давида, в обстоятельствах жизни этого царя, особенно в истории Абиссалома, его быстрого возвышения и падения, писатель мог находить материал как для основной мысли содержания Псалма, так и для некоторых частных его положений. В древней традиции самих иудеев цель написания этого Псалма — это попытка объяснить, почему благоденствуют нечестивые и почему страдают праведники. И действительно, в сравнении с Абиссаломом и его благоденствием, оно было очень короткое. А страдания Давида, они были возмещены тем, что он оказался победителем в этом противостоянии собственным сыном. Хотя сын он все-таки потерял. И надписание этого Псалма по септуагенте, греческой, в переводе Юнгерова, так же, как и в Синодальном, Псалом Асафа, славянский текст, церковь славянский всегда следует за септуагентой, но здесь просто Псалом Асафу. А по еврейской традиции Псалом от Асафа и первый стих этого Псалма «Сколь благ Бог Израилев к правым сердцам». И по тексту Масоры «Истина благ для Израиля Бог для чистых сердцев». Итак, мы видим, что по смыслу текст, точнее, перевод септуагента, он совпадает, собственно, с еврейским оригинальным текстом. «Сколь благ Бог Израилев к правым сердцам». Что значит благ? Щедр. Щедр по отношению к правым сердцам. А почему у них правым деяниями, например, не очень понятно. В сердце присутствует намерение, но благие намерения – это такое опасное направление, иногда они не туда приводят. А здесь речь идет о правых сердцам, которые имеют правильное намерение. И они не просто останавливаются на намерениях, как на намерениях, а, скорее всего, они их реализуют в том же благостном виде. А то, что благими намерениями дорога устлана в ад, это тоже всем известно. Самыми благими целями большевики пришли к власти, землю крестьянам, заводы рабочим, надо было добавить после кронштадтского мятежа, его подавления матросам в Балтийские соленые воды. Их там топили живем. И многие другие бесовские движения, они проглашали принципы там братства, равенства, свобода. Но были ли эти люди правы сердцем своим? Ибо они могли, например, таким образом сбивать слабых с истинного пути, сколь благ Бог Израилев к правым сердцам. То есть к тем, которые не отступают от правых благочестивых намерений, не останавливаются на них, как на намерениях, а реализуют их добрые поступки. А у меня, восклицает автор этого псалма, едва не пошатнулись ноги, едва не поскользнулись стопы мои. О чем могут быть эти слова? Буквально с греческого будет не просто поскользнулись стопы, а разъехались, как, например, человек попал в какую-то лужу или лед под ногами, и так подскользнулся, что разъехались стопы, ибо я возревновал на беззаконников, видя мир грешников. Вот вся Россия наша, матушка, в раскорячку подскользнулась в 90-х годах, когда мы возревновали нечестивым в их беззакониях, видя мир грешников. Потому что этот мир открылся в виде такой рекламной картинки, сверкающей разными огнями. «А у меня едва не пошатулись ноги, едва не поскользнулись стопы мои, ибо я возревновал, то есть пожелал на беззаконников их образы жизни, видя мир грешников». Вот здесь под словом «мир» правильнее понять жизнь грешников. Посмотрим, как это звучит в более дословном переводе. «Ибо я ревновать стал беспутным в мире нечестивых я видел». То есть он что-то видел привлекательное для него, «а выше», «а я едва не отступились ноги мои, чуть не приткнулись мои шаги». И тогда, когда культ золотого тельца стал национальной идеей в нашей стране, все потопали своими шажками в этом направлении. И нам предложили культ обогащения, культ золотого тельца, как новую национальную идею, на алтарь которой можно принести там права обездоленных, там, урезать что-то у пенсионеров, урезать что-то у честных трудяк, что-то у инвалидов, у кого-то еще. Какой ценой? И смотрите, какие ужасные рассуждения. Ибо нет позора, ибо нет позора в смерти их и продолжительности страданий их. О чем это? То есть их хоронят с почестью. Нету позора в смерти их. Если мы заходим на кладбище, на любом кладбище есть такой молодежный отдел, так и называется молодежный отдел, там такие памятники из мрамора, там какие-то всякие преступники с фанфарами, с оркестрами, с торжественным отпеванием, с церковным хором, со святыми и покой. Ибо нет позора в смерти их, и продолжительности страданий их. То есть да, они иногда страдают, но у них дорогое обслуживание в смысле медицины. Их страдания быстро прекращаются, если они выживают. Самые лучшие врачи к их услугам, как не позавидуешь этому, если уже с трудом перемещаешься, по собственной да не собственной коммуналке. В трудах людей не участвуют, вот эти счастливчики жизни, в трудах людей не участвуют. И наравне с людьми не терпят наказаний, то есть они не обеспокоены тем, что какие-то наказания будут, что они не подвергнутся бичеваниям, что они не примут ран от притеснителей, потому что они сами притеснители, они сами те, которые бичуют свой собственный народ. «Посему овладела ими гордость их совершенну». Совершенну. То есть это выглядит как некий новый формат существования. А люди ли они? А может быть они как боги уже? Помните, как Ирод в книге «Деяния святых апостолов» описано, он сел на трон, он надел на себя самые красивые золотые облачения, он сидел на золотом троне, и все кричали «Велик ты, велик ты, как бог, как бог!» А в Библии сказано «Да, вы боги, но вы умрете». И что произошло с Иродом? Он разложился заживо, кровь потекла изо рта, из ноздрей, из ушей, внутренности его разверзлись, и он расползся в луже кровавой с червями. «Посему овладела ими гордость их совершенно, то есть не осталось ничего, во всем только гордость, оделись они в неправду и нечестие свои». То есть их одежда обнаруживает их нечесть, их неправду, потому что некоторые из них так одеваются, что он нормальный, честный человек, он не может себе это просто позволить. Кстати, я заметил, что те люди, которые получают богатство по наследству, например, посещая Париж, я общался и с князьями, и с графами, причем они не были какой-то гладьбой, они вывезли какие-то свои средства, неплохо жили, имели блестящее образование, преподавали, и чем более знатен человек, тем более скромно он себя вел. Почти всегда видел, что если там костюм какой-то, обязательно заплаточка под локтями, справа, слева, как бы в порядке вещей. А вот эти новориши, те, которые недавно ворвались в мир богатства, их только приучили, приласкал дьявол их к этой кормушке. Они ведут себя дерзко. И их вид показывает неприличие их состояния. Происходит как истука, то есть из жира неправда их. Почему как истука неправда их имеется в виду, то есть от привольной роскошной жизни естественно происходит неправда. Это точка зрения Иова Многострадального 21-24. Я напомню, что книга Иова это философская книга, в которой как раз решается главный вопрос Ветхозаветной Церкви, почему страдает праведник и почему благоденствует нечестивый. Например, как истучны земли, трава и вся растительность. Это объяснение Феодолита и Ефимия Зигабена. То есть происходит как истука, неправда их, то есть неправильные доходы. Ходят они по любви сердца, то есть они совершенно поглощены миром собственных чувств, куда чувства сердечных ведет, туда они идут. А из сердца, как мы знаем, ничего хорошего не исходит, Христос говорит. Из сердца исходит убийство, блуд, кража, воровство и так далее. Помышляли и говорили о лукавстве, то есть открыто, не стеснялись. Неправду говорили о сущем на высоте, то есть о Боге. Кстати, в Священном Писании есть такая характеристика тем людям, которые, теряя чувство стыда, начинают открыто рассказывать о своих грехах. Как садамляне не стыдятся о своих грехах, говорят открыто. Каким бы ни был бы греховный православный человек, он всегда не соглашается с собственным грехом. И пока он испытывает чувство стыда по поводу своего греха, есть основания верить в возможность его покаяния. А эти помышляли и говорили, то есть то, что в мыслях, то было и в словах о лукавстве, а лукавство было в помышлениях и в словах, неправду говорили о сущем на высоте, то есть о самом Боге. То есть они как бы о Боге говорили хулу, такое объяснение святителя Афанасия и Феодорита Кирского и Зигабена. Очень такой насыщенный словами текст. Давайте прочитаем, как это звучит с еврейского. Как раз прочитаем с первого по девятый стих. В еврейской традиции этот раздел Псалтирии называется книга третья. Почему? Потому что они разделили все Псалмы на пять книг в соответствии с тем, что закон Божий пятикнижие тоже делится на пять книг. А зачем они это сделали? Нельзя исполнять законы Божии, уставы, заповеди и постановления без радости и веселья. Так сказано в книге Второзакония. А кто будет исполнять законы Божии, уставы, заповеди, постановления без радости и веселья, Господь сгонит его с собственной земли. И тогда евреи поняли, что необходима какая-то радостная приправа к процессу изучения заповедей по пятикнижу, по Туре. И они взяли книгу восхваления, Сефер Тагелим, Псалтырь, разделили на пять книг для того, чтобы не только учить закон, но и петь заповеди Божии с радостью и весельем. Как сказано в одном из псалмов, поете громко, с восклицаниями. В нашей христианской православной восточной традиции к Псалтыре и к пению Псалтыре осуществует особое отношение. Эта книга может вывести из ада душу каждого из нас. В самые тяжелые моменты православный человек, не находя утешения ни в чем, он хватается за этот текст, начинает читать эти псалмы, начинает петь эти псалмы громко, с восклицаниями, его душа оживает, пробуждается. Кстати, никакая другая христианская конфессия, никакая другая мировая религия так не относится серьезно к Псалтыре, как это делают православные христиане. Ну, посмотрим, какой перевод будет с еврейского Псалом от Асафа. Истинно благ для Исраэля Бог, для чистых сердцем. А я едва не оступились ноги мои, чуть не приткнулись мои шаги. Ибо я ревновать стал беспутным в мире нечестивых. Я видел, ибо нет узлов при их смерти. Узлы при их смерти, имеется в виду, их благополучие столь велико во все их дни, вплоть до их смерти, что даже умирают они легко, без страданий. А вот слово «харцубот» означает «узлы». Имеется в виду, когда человек умирает тяжко, в муках, он как бы с трудом расторгает эти узлы. А у них бывает все очень как бы легко. У них там эвтаназия на подходе. Там сел за стол, выпил, сделали тебе укол и все. Ибо нет узлов при их смерти. И здорова их сила к тяготе людской непричастны. И вместе с людьми поражены не бывают, то есть простыми людьми. Что им? Поднятие налога или увеличение пенсионного возраста? Это ничего не значит. Потому им ожерельем гордыня облачают себя кривды по кровам, а тука выкатился их глаз. Благо их произошли вообразимое сердце, то есть их грехи, деяния, как бы превзошли любые фантазии, которые человек может иметь. Заставляют таять и говорят о злой обиде, а не против вышнего говорят. Заставляют таять, то есть не договаривать. И говорят о злой обиде, а не против вышнего говорят. Стремили к небу свой рог, то есть как бы бодаются с небесами, а их язык по земле расхаживает. Что значит язык расхаживает? Это когда ты всех начинаешь поливать грязью, клеветою, и ты видишь, с каким доверием относятся к тебе. Зверь, выходящий из бездны, он будет иметь 10 рогов на 10 головах. Почему так описывается? Зверь в апокалипсисе. Потому что он будет бодаться с каждой из 10 заповедей Божьих. Рог – это гордое превозношение. И мы читаем с 10 стиха. Ниже «Посему, пожалуй, обратится и народ мой туда, и полные дни жизни будут у них». То есть скорбно для псалмопевца увлечение народа нечестием и примером долголетней жизни нечестивых грешников. И, как бы, может быть, они и правы, если такая их жизнь. И говорили они, кто узнает Бог, как узнает Бог. И если разум у Всевышнего, вот почему люди отрицают Бога. Ненаучная картина мира, открытая ученому, заставляет его не верить в Бога. Только любовь к собственным грехам. Потому что мы знаем много верующих ученых. Среди лауреатов Нобелевской премии есть много верующих ученых. А те, которые прикрываются наукой, проповедуя атеизм, это только прикрытие. Атеизм рождается из любви к собственным грехам. Христос так и говорит. Вы не идете ко мне, потому что вы во тьме ходите. А во свете, то есть при приближении ко Христу, который есть источник света, обнаружатся ваши злые дела. Вот единственная причина. Они говорят, как узнает Бог. И есть разум у Вышнего. Вот эти грешники вечно благоденствуют и удержали богатство. Это как бы их философия. И другие до нас благоденствовали, да, грешили. И удержали богатство, то есть до смерти ни в чем не нуждались. И передали своим. И сказал я. Псалмопеевец вступает в конфликт. С этими людьми. Он как бы принимает вызов. Уже ли напрасно сохранял я в праведности сердце мое и умывал среди невинных руки мои? Умывал руки среди невинных, то есть нету ничьей вины. На мне я судил правильно. И подвергался я истязаниям во весь день. И самобичевание мое началось с утра. То есть, это уже протест в нем нарастает все-таки против них, а не согласие с ними. То есть, если я это делал, я это для чего-то делал. С утра бичевал себя за свои грехи. Но если бы я сказал, буду так рассуждать. Что значит, буду так рассуждать? Как сказано в вышепрочитанном, то был бы виновен пред родом Сим. То есть, сообщая своим современникам ложные взгляды, сделаюсь виновником для них всяческого соблазна. Это объяснение Зигабена. То есть, если я соглашусь, что жить во грехе можно до самой смерти отлично, никаких узелков не надо будет распутывать, я бы обманул не только себя, но и тех, которые бы услышали эти мои слова. «Посему я предпринял разуметь это. Это было трудно мне, пока я не вошел в Освятилище Божие и не узнал последней судьбы их». То есть, он предпринимает намерение разуметь это. Непонятно, зачем он копается в этом. Само постановка вопроса – это было трудно для него. Почему благоденствует грешник и страдает праведный? А где мы находим ответы на все вопросы, если не в Святилище Божьем? Христос говорит, «Царствие Божие внутрь вас есть». В каком случае, заглянув внутрь себя, я смогу найти ответы на разные вопросы? Только в одном случае. «Вникай в себя и в учения, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя. Пока я не вошел в Освятилище Божие и не узнал последней судьбы их». До этого момента ему было все трудно, и все было непонятно. Он входит в храм, в дом учения, или он впускает Господа в свое сердце. «Так, за коварство, вот ответ нечестивый, ты назначил им бедствие». Что значит бедствие? Это неожиданное наказание, которого они не знали, не ожидали. Не изложил их, когда они разгордились. Вспомните всех великих тиранов, начиная от Наполеона в самый расцвет его человеческого величия, Гитлер в момент расцвета его человеческого величия. «Как резко все это обрушивалось, как будто земля разверзалась под их ногами». «Так, за коварство ты назначил им бедствие, то есть неожиданное. Не изложил их, когда они разгордились, как они пришли в разорение, внезапно исчезли, погибли за беззаконие свое. Как сновидение для пробудившегося, Господи, уничтожь образ их в городе Твоем». О чем это? «Призрачное владычество нечестивцев в Иерусалиме», пишет Феодорит. То есть надо уничтожить призрачное владычество нечестивых в церкви, как в Граде Божьем. «Да не превозносятся они над народом Божьим множеством своих богатств, сокровищ, горделивых предубеждений. Ибо когда волновалось сердце мое, и внутренности мои изменились», то есть когда человеку было непонятно, а почему так, то есть сильно и беспокойно билось его сердце, «то я был ничтожен и не понимал. Был для тебя, Господи, подобен скоту, но я всегда с тобой. Ты держал меня за правую руку». Какую скотину пастух держит за правую лапу? Никакую. То есть в глазах Бога, псалмопевец, этот человек, сын человеческий. И этот человек не замечал, что в самые тяжелые критические моменты религиозного кризиса Бог держал его за правую руку и будет держать до самого конца. «И советом Твоим наставлял меня, и со славой принял меня». Господь наставляет нас своими советами, когда мы исследуем Писание и соединяем с чтением Писания молитву. А с молитвой чтения Писания то и возникает полноценный диалог между Богом и нами. Когда в молитве мы обращаемся к Нему, а соединяясь с молитвой чтения Писания, получаем ответы на наше упрошение. «И советом Твоим наставлял меня, и со славой принял меня, что для меня существует на небе». О чем он? О том, что он везде ищет Бога и желает Бога. А что для нас на небе? Звезды? Кометы? Планеты? Солнце? Луна? Нет, не этого мы ищем на небе. Что для меня существует на небе? И без Тебя, Господи, чего желать мне на земле? То есть, если мы что-то ищем на небесах, мы хотим быть поближе к Богу, но Он уже держит нас за правую руку. Изнемогло сердце мое и плоть моя, Божий в сердце моего и часть моя, Божий вовек. То есть, хотя я изнемогаю плотью, мир чувств моих тоже в руках Бога. Он контролирует, чтобы эти чувства не разорвали нас. Он Бог наш и вовек. И последние два стиха. Ибо вот удаляющиеся от Бога, ибо вот удаляющие себя от Тебя погибнут, Ты истребил всякого прелюбодействующего от Тебя. Что значит прелюбодействующий от Бога? Феодорит пишет. Любодеянием пророк называет идолослужение. Об этом мы можем прочитать и у пророка Иеремии, 3 глава, 6-7 стих. Святитель Афанасий, блаженный Феодорит Зигабен под упоминаемыми в Псалме с 1 по 16 стих нечестивцами разумеют идолопоклонников вавилонян, среди которых придется длительное время обитать. Ты истребил всякого прелюбодействующего от Тебя, то есть от Бога. В каком случае мы блудим против Бога? Сказано, дружба с миром есть вражда с Богом. Следовательно, тот, кто дружит с миром, он перестает быть невестой Бога, невестой Христа. А неверная невеста – это прелюбодейка. Прелюбодеем является и всякий безответственный куминист, который поддерживает разные неправославные концепции, традиции, вносит их в жизнь в церковь. Мы должны сохранять целомудрие веры. Эти два слова. Целомудрие веры, целомудрие веры, целомудрие веры. Как важно об этом помнить, чтобы не растлить в прелюбодеянии от Бога свою бессмертную душу. Мы должны сохранять верность Богу. Ибо невеста церковь остается таковой, пока сохраняет верность Христу жениху. И последний стих. Мы видим, что автор этого псалма находит благо и счастье для себя в том, чтобы проразглашать истину Божию, чтобы петь псалмы, что может быть слаще и лучше всего этого.